Семейная Дао Были вопросы, во сколько мы будем по времени укладываться, но я думаю час, максимум полтора, где-то так, обычно, поскольку материал новый, на дольше, как правило, у людей даже внимания не хватает, да? Ну, надеюсь, все будет полезно, все будет хорошо, и мы сейчас уже приступим. Да, конечно, в конце будет время для вопросов, да, а сейчас мы уже начнем с такой, в общем-то, теории и практики, поскольку, как я написал, будет семинар практический, то есть вы сразу сможете для себя посмотреть, для себя что-то такое узнать. Ну, во всяком случае, я очень надеюсь на это. Да, на всякий случай представлюсь. Меня зовут Дмитрий Владимирович, проект «Доосфера», если вдруг кто зашел на огонек и не слышал. Да, посвящен мой проект китайской метафизики, то есть название такое суровое, да? Но на самом деле это очень древние жизненные науки, которые непосредственно созданы, чтобы помогать людям стать успешнее, удачливее. И мы сегодня поговорим как раз об одной из сфер жизни, которая для многих очень субъективно важна, да, почти для всех, да, уж для тех, кто собрался точно. И вы сразу посмотрите, что можно узнать для своей личной жизни и таким образом что-то в ней улучшить. Ну, пожалуйста, сейчас напишите в чате, чтобы я понял, да, с какого уровня нам начинать, кто уже вообще составил свою карту базы, ну, то есть вот, может быть, в моем бесплатном курсе смотрел, может быть, еще как-то. То есть, ну, у кого есть вот эта вот, вот эта самая карта, значит, как напишите, напишите, а, погодите, пока плюсы ставите. Кто знает, вот у кого какая стихия дня рождения, напишите. А кто не знает, поставьте минус. Минус. Так, ну, в общем-то, да, кто-то не знает, кто знает, но сейчас мы этому очень легко все вопрос решим, потому что пока я буду начинать рассказывать, вы сможете ее совершенно легко и непринужденно составить. Я сейчас ссылочку отправлю в чат, вы на нее нажмете, и этот самый калькулятор воспользуетесь, ведете туда дату рождения, можете даже время точное не вводить, если не знаете. И тогда, соответственно, вы поймете, о чем речь будет на семинаре, да. Там будет все просто, но глубоко. Да, давайте, дополняйте свои карты, кто еще не сделал этого. Вот, я думаю, сейчас это получится. А я буду начинать рассказывать, и, соответственно, думаю, все мы сейчас с вами успеем. Ну, ладно, хорошо. Пока вы считаете, мы будем начинать с теории. Ну, в общем-то, небольшой, но на самом деле важный. Ну, да, что у вас должно получиться? У вас должна получиться карта рождения сейчас. И там будет вот стихия личности, да. Вы ее выделите. Это стихия дня рождения. То есть, вот тут кто говорил, у кого там земля, у кого чего. Будем двигаться дальше. И мы поговорим, собственно, о том, вот, от чего зависят гармоничные отношения, да, вот в нашей вот этой системе, которая, конечно, она отличается от западной, и она отличается своеобразными такими моментами. Да, то есть, мы здесь говорим тоже немножко о судьбе. Мы говорим о том, что человеку от рождения все-таки что-то дано. На самом деле это факт, и то, что ученые там признали там наличие ДНК и прочее, это все-таки то же самое. Они подтверждают, что у человека есть индивидуальная судьба. И все от него стопроцентно зависит, да. Ну, вот в нашей восточной методике мы рассматриваем таким вот образом. Первый момент, да, вот от чего зависит дальнейшее долгосрочное отношение людей, это совместимость. Вот, то есть, причем это речь идет не о каких-то вот, как вот нам привыкли там рассказывать, общие интересы, там, социальные установки, там, кто какое воспитание получил. Вот эти вещи, на самом деле, они со временем меняются. Мы тоже сегодня поговорим, как понять, куда они и как будут меняться, но это не главное. Главное, что это факт, да. А мы совместимостью называем нечто более глобальное, в Бадзе мы называем вот взаимно дополняющую энергетику людей. Мы с чем-то родились, с определенным вот этой картой рождения. С определенным моментом в наших энергетических меридианах, да, отобразилась вот эта вот, собственно, наша Вселенная, да, вот человек родился. Для него это был, может быть, стресс, не стресс, но факт в том, что сформировалась определенная энергетика. И когда мы встречаем человека, который тоже носит в себе определенное энергетическое дополнение для нас, вот это вот именно вот фактор того, что, ну, может быть, это не гарантия, но это уже один из, вот видите, большой кусок пирога того, что союз, скорее всего, будет долгим. И он, главное, будет не просто долгим, а он будет именно вот таким вот нас поддерживающим. Здесь вот хороший признак, как понять, что значит вот хорошая совместимость. То есть уже по факту, да, вы уже, допустим, долго общаетесь, вы можете вспомнить, какие-то у вас были мечты там в молодости, что-то было такое, да. Вот если после встречи вы все это интенсивно начали реализовывать в своей жизни, вот значит, вы попали там, можно сказать, в девяточку, восьмерочку, может, в десятку кто-то попал. Вот, то есть энергия, она не блокируется, а высвобождается. Ну, для женщин, кстати, это очень здорово видно по фотографиям. То есть можно посмотреть там до замужества и через некоторое время после, да, и любой человек, он поймет, да, когда она выглядит лучше, да. То есть тут даже не о красоте, а вот именно внешность, как вот она выглядит. Это тоже проявляется, поскольку это тоже отображается наша энергетика. Вот, и совместимость мы смотрим, и ее очень здорово смотреть и при анализе, так сказать, вот, ну, допустим, вы познакомились, да, и там что-то не то в отношениях. То есть это можно посмотреть, и можно посмотреть, конечно, когда уже что-то давно-давно люди общаются, тоже разобраться помогает. Вот, второе, это вот мы считаем, что в этой вот нашей энергетической карте, как мы родились, есть определенные, ну, определенные ее характеристики, когда мы говорим, вот, карта сложная для отношений, карта более простая, то да сё. То есть вот в этом моменте в самой, в самой, у сам человек, его энергетика, которую он вносит в себе, она может быть, как бы более благоприятствовать ему, может менее, именно вот в плане отношений. То есть что это означает, да, если карта, что называется, легкая для отношений, человек легко знакомится, он находит, причем, тех людей, которые, ну, его поддерживают, или как-то, в общем-то, в общем-то, ему хорошо, да. Вот, если карта сложная, то все наоборот. То есть вот здесь мы, опять же, это кусочек судьбы, кусочек того, что мы, как бы, должны в себе изучить и понять, что нам надо с этим делать. Потому что здесь именно речь о том, чтобы, вот многие говорят, когда Бадзи, да, говорят это, типа, я буду фаталистом, я о себе что-то узнаю, и я потом, вот, в общем-то, не пойму, что мне делать, да, потому что, как бы, у меня предписана моя жизнь на будущее. Ничего подобного. Для чего мы изучаем Бадзи? Это как, фактически, мы изучаем свою карму. Если у нас трудная карта для отношений, это не значит, что нам они не нужны. Это может как раз означать, наоборот, что нам в этой жизни, вот это наша задача кармическая, построить именно, что хорошее отношение, и тогда, с точки зрения, там, нашей философии, да, у кого, там, западная философия, это называется, там, мы хорошее передадим потомкам, да, кто больше, там, к буддистам относится, к сам себе считает, что он получит в следующей жизни хорошую карму, да, ну, то есть, факт в том, что мы никогда не отступаемся из-за того, что, вот, увидим сложности в своей карте, наоборот, мы их должны корректировать. Вот этот такой момент второй, да, чтобы, так сказать, ободрить тех, кто увидит в своей карте что-то не совсем хорошее, да, какие-то вот особенности фаллические звезды некоторые видят, вот, даже вот сейчас в калькуляторе построите, там, в некоторых калькуляторах есть такое понятие символические звезды, там, допустим, какая-нибудь звезда одиночества, да, там, одинокая планета, все такое, да, некоторые начинают сразу огорчаться, ничего подобного. Сразу же, например, скажу, и у меня такая есть, звезда, полный комплект всего на свете там, вот, именно поэтому я очень люблю вот эту вот, вот эту тему в Абадзе, да, потому что мне удалось самому все скорректировать. Так, ну, это лирика, а значит, третья, так сказать, синяя долька, да, вот в нашей вот этой диаграмме, тоже то, что реально очень, конечно, влияет, и тут уже всем понятно, персональный магнетизм – это привлекательность человека для противоположного пола вообще. Ну, у нас есть, как бы, глобальное деление, да, инь и ян, и женщинам, в общем-то, в целом нравятся мужчины, и наоборот, то есть, тут все понятно, да, но ни для кого не секрет, есть, конечно, женщины и мужчины, да, которые, ну, вот, просто они умеют нравиться, да, они обладают притягательностью для противоположного пола, и тут уже кто-то этим пользуется, кто-то этим, там, соответственно, гордится, кто-то об этом, ну, как правило, все об этом догадываются, все красавицы, они знают, что они красавицы, ну, и так далее, да, вот, хотя они могут быть не какие-то там классические красавицы, а просто вот они притягательны, да, для противоположного пола, и они, конечно, знают, что ими противоположный пол интересуется. И, опять же, здесь тоже речь идет о развитии энергетики, то есть, мы, конечно, там есть понятие в красоте, фотогеничность, да, вот что-то такое, фигура красивая, ну, конечно, это такие вещи, которые, ну, ту же фигуру, пожалуйста, и это можно все тоже в себе, что называется, настраивать, все это понимают, когда там можно похудеть, и все такое, при желании, да, но дело не только в этой фигуре, и не только в такой красоте классической, да, а в том числе и в энергетике, которую мы тоже развиваем, причем здесь уже совершенно прагматичными вещами, здоровым образом жизни, например, в частности, ну, и некоторые коррекции по питанию в плане, вот, ну, баланса, баланса стихий в человеке, то есть это, это больше к теме здоровья. Персональный магнетизм, он хороший, в первую очередь, у здорового человека, здорового, причем тот, кто здоровый именно вот с точки зрения нашей вот восточной методики, у которого хороший баланс, баланс стихий в организме, да, ну, это, в общем-то, у меня в тренинге по здоровью, поэтому сейчас мы, наверное, об этом не успеем, но факт в том, что реально вот помогает, помогает, у меня как раз вот, как раз тренинг-то по здоровью был осенью, как бы последний, да, из всех, и там одна женщина оставила отзыв, что она вот фактически начала правильно питаться, там, не знаю, завтракать с утра, тем вот, ну, как вот я там рекомендую по стихиям, да, и, соответственно, полноценно, да, у нее стала энергия прибавляться, упражнения какие-то там простые стала делать, и вот через две недели оставила отзыв, что ей друг предложение сделал, да, то есть у нее вот в этой вот, в этой пирожке, да, была проблема именно вот в этой дольке персонального магнетизма, то есть она, у нее все было, видимо, нормально, кроме того, что вот у нее взор был не такой яркий, да, а тут она преобразилась, и вот, пожалуйста, ей хватило. Вы, кстати, для себя тоже отметите, где у вас в какой дольке нужна поднастройка, да, так, ну, значит, что еще важно, да, самореализация, мы считаем, что важно, то есть у нас вот как-то в западной считается, можно найти там богатого мужа, да, жена может найти, и вот она будет счастлива, да, но это очень шаблонно, если у женщины, мы скажем, допустим, очень много денег в своей ее собственной карте, да, у нее как бы собственный потенциал их, например, да, ну, у каждого человека свой потенциал, мы это тоже изучаем, вот, и, то есть, если человек его сам не раскрывает, он будет всегда, ну, как бы, недоволен партнером, муж все равно не заработает ее деньги, она в себе их чувствует, допустим, да, ну, что же, что же делать, вот, она должна тогда вот именно реализоваться сама, и тогда будет здорово, а, Светлана, где видно, сколько денег, ну, например, в частности, вот, в том курсе бесплатном я рассказывал, да, как стихию денег найти, вы можете посмотреть и поискать в своей карте, да, но сейчас мы не будем, да, по предназначению, это все-таки отдельная тема, я, факт в том, что иногда люди в личные отношения вносят то, что, в принципе, они в одиночку справились здорово, да, а вот с партнером надо что-то, 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 что-то именно касающееся отношений решать, да, поэтому самореализация, она очень важна, да, ну, в общем-то, это ясно, и, наконец-то, подведу еще итог, да, вот, что целостность здесь у меня написана, долька такая, это вот, как бы, сейчас пример привести, умение отделять главное в отношениях от второстепенного, то есть, опять же, да, понимать то, без чего вы вообще не обойдетесь, да, вот вы встречаетесь с человеком, начинаете общаться, вот, вроде он тут хороший, там нормальный, здесь вот вам что-то не нравится сильно, да, в его взгляде на мир, и как понять, да, дальше вас будет вот это раздражать, или наоборот, это для вас неважно, да, вот здесь вот тоже мы смотрим, смотрим по приоритетам человека, вот, сегодня мы как раз, может быть, на эту тему тоже кое-что успеем, вот, потому что люди сами по себе идеальных нет, ну, ясно, что идеальных нет, правильно, но что-то нам, вот, вот, что-то мы в других людях нас цепляет, да, вот, что-то для нас вообще вот это коренное главное, да, кто-то, допустим, ищет, там, такую вот, прямо, вот, красавицу, ему неважно, пусть она будет жуткой, дикой стервой и все такое, он ее будет себя налюбить, потому что она вот такая вот красавица, да, и так далее, вот, кому-то, собственно, другие, другие ситуации, все разные, да, и это тоже есть в Бадзе, и это человек сам в себе может не чувствовать, вернее, ему может казаться, что он хочет, там, ну, красавицу, умницу, то, сё, пыры, пятое-десятое, такой нет, как бы рядом, да, и ее можно только составить из десятка подруг каких, которые у него есть, ну, вот, как бы это не совсем жизнь такая, которую человек хочет, поэтому надо найти вот именно корень, да, именно то, что важно для этого человека, ну, я думаю, вы уже так посмотрели, в какой дольке у вас что, что-то, что-то уже хорошо, а что-то надо поднастроить, и, собственно, дальше посмотрите, как это делать по Бадзе, и не только Бадзе, здесь вот этот вот пирог, он универсальный, да, любые методы хороши. Давайте сейчас, значит, перейдем ближе уже к практике, да, здесь я что хотел спросить, да, вернее, я сначала должен рассказать, и вот этапы развития отношений, да, типичные проблемы, которые, в общем-то, возникают, какие мы можем корректировать, какие, потому что какие-то мы, может быть, не можем корректировать, да, поэтому нам надо их разделить, понять, понять, в чем причина. Да, допустим, ну, кому-то не удается познакомиться, не встречаются подходящие кандидаты, что тут мы делаем с точки зрения Бадзе, тут вот то, что вот я сейчас рассказал, да, работа с внутренней энергетикой, это, конечно, важно, да, коррекция понятная, ну, вернее, она такая, что человек должен в себе разобраться, разобраться, почему у него, может быть, его персональный магнистизм страдает, как мы сейчас говорили, не удается познакомиться, ну, как правило, женщины жалуются. Ну, и мужчины тоже, вернее, не жалуются, они тоже это испытывают, проблему, но жаловаться стесняются, вот, то есть, женщина предполагает, что с ней будут знакомиться, да, для этого она должна быть привлекательной, именно для тех, с кем она хочет познакомиться. И вот здесь активизации, в принципе, тоже неплохо помогают, хотя они, в общем-то, такие, скажем так, пассивные, да, там, вот, цветок романтики многие знают, там, я давал материал по волшебнику любви, там, да, вот была статья, сегодня дам активизации на апрель, вот, по цемень, то есть, ну, все у вас есть, что называется, да, но все равно тут факт в том, что, например, мне это не помогало. Да, мне помогло вот именно, когда я скорректировал себя, как человека такого вот, в плане того, что вот я хотел найти определенную, там, подругу, да, а вел я себя с девушками, ну, совершенно неправильно, как я потом понял по Бадзе, то есть, мне, на меня бы не обратила внимание моя, та, которую я хотел завоевать, да. И вот, когда скорректировал, потом назначил, допустим, свидание на день с цветком романтики, тыры-пыры, ну, все это я как-то уже хорошо умел, и все было очень здорово, и продолжается, да. Так, ну, и вот, в общем, такой момент для знакомства. Знакомство все равно, так или иначе, для большинства решаемый, решаемый вопрос. Даже если обойтись без метафизики, в конце концов, можно как-то справиться. Так, Надя, не так всегда, вот я хочу, не встречаю. Ну, Надя, ну, а где вы находитесь, где вы живете? Вот, например, многие жалуются на одиночество, живут в большом городе, вот фактически, вот как вы рассудите, почему это происходит? Ну, вот сейчас мы поговорим, да, то есть, именно, вот, скорее всего, вы не привлекаете именно того, кто в Шотландии маленький городок, ну, интернет есть, в конце концов, да, все в голове, ну, даже не то, чтобы в голове, просто человек, он как бы вот испускает эту свою энергию, да, ему кажется, что он привлекательный, нормальный и, в общем-то, должен привлечь, а он привлекает не того, либо вообще никого. Обидно и не здорово, вот, ну, собственно, насчет внутренней энергетики, не знаю, как мы сегодня все это успеем, потому что даже в тренинге по отношениям, которые у меня есть, это примерно неделю все занимает, и у меня самого это тоже много времени заняло, потому что с собой воевать труднее, но зато эффективнее, потому что у вас вот эта активизация, типа, цветок романтики на один день, да, а своя энергия, она при себе и в любой день работает. Да, ну, что происходит еще, если знакомство начинается, но быстро прекращается, да, но, опять же, здесь чаще всего человек, он начинает вести себя, вот, как вот он привык вести каждый раз, и это, видимо, неправильный, неправильный шаблон, да, то есть человеком заинтересовались, а он поступает как-то, как-то, как-то неправильно, да, это вот характерно для людей с трудными картами, так называемыми, то есть здесь вот как раз вот эти всякие, ну, вот, вы, если в калькуляторе уже видели или посмотрите потом, я даже сейчас специально не буду давать вот эти звезды, которые там, ошибка иньян, приют одиночества, все, кто находит, начинают грустить, вот, а на самом деле они, что эти звезды означают в карте? Что человек просто ведет себя отталкивающе, ему надо просто свое поведение скорректировать, и эти звезды ничего с ним поделать-то не смогут, вот, опять же, знать просто где. Если знакомство продолжается, там, не переходит в фазу серьезных отношений, ну, тут вот мы будем совместимость смотреть, то есть это определенно чаще всего, потому что кто-то, кто-то не уверен в ком-то, вот, поэтому тянет резину. Как правило, когда мы любим своего партнера, все здорово. Да, комменты не читайте, я их даже могу просто выключить, чтобы они не отвлекали, да, ну, смотрите. Так, и, наконец, вот партнер, если больше не радует, да, когда мы это под конец сегодня рассмотрим, длительные отношения, очень частая ситуация, ну, просто она даже не то, что частая, а без коррекции, она типичная. Буквально, скорее, исключение, да, скорее исключение, когда люди, вот, не просто живут вместе по, так, автоматически, а вот посмотришь, там, где-то в метро едет бабушка с дедушкой и смотрят друг на друга вот так ласково, как мы, может быть, смотрели там когда-нибудь при первых встречах, да, вот, вот здесь, здесь коррекция, конечно, и анализ тоже очень важный, да, но это большая тема. Так, ну, давайте, вот, кстати, напишите, чтобы мне сейчас, вот, как-то, может быть, по темам скорректировать, а то есть много материала. У кого, вот, в каком из этих пунктов интерес, да, больше, больше разобраться? Попробуем, попробуем охватить более-менее что-то общее. Четвертая тема? Ага, то есть в основном люди, у кого уже есть отношения. А, нет, разное все. Ну, хорошо. Давайте мы, значит, будем тогда смотреть все-таки совместимость, потому что она все равно всех интересна. Познакомиться-то, это дело техники, ну, вернее, да, вот, кто захочет на тренинг, потом придет, и я все расскажу. Не придет, а он у меня в электронном виде, да. Ну, а про коррекцию сейчас поговорим. Давайте продвигаться дальше. Вот мы уже полчаса проговорили, а еще только первое, первое, так сказать, практическое задание, да. Вот у кого есть, Наталья, расскажите про карту убийства мужа. А сегодня, кстати, в конце будет такая. На самом деле это неправильное определение, да, вот когда мы говорим. Да, поговорим, обо всем поговорим. Ну, давайте сначала начнем с совместимости, в соответствии темпераментов. Да, вот вы просто посмотрите количество стихий воды и огня. Вот давайте для начала с простых вещей начнем. В своей карте, ну, у кого есть партнер, вы тоже загляните. Это, как правило, очень легко все посмотреть, потому что вы даже можете по цвету определить. Огонь – это вот красный зверек там или красная стихия, вода – это синяя, вот. То есть, я думаю, вы сейчас с этим справитесь, определите количество стихий воды и огня в своей карте, да. И мы сейчас поговорим, что и здесь мы можем такое сказать, да, даже вот по вот этому признаку такому очень общему, да. Но стихия воды вообще, она отвечает за то, как глубоко человек переживает эмоции. То есть, вот как он их физически даже в себе запечатляет, да, чувствует. То есть, это чувствительность, ранимость, вот глубина чувств, там, сексуальность, возбудимость. Вот стихия воды за все это отвечает. Ну, а стихия огня отвечает за то, насколько свойственны человеку вот эти свои эмоции, которые нужно проявлять, да, во время, там, семейной жизни и до, и после, что называется, да. Если человек хочет опять привлечь в себе партнера, да, ему обязательно надо все равно проявлять эти эмоции как-то, чтобы партнер чувствовал, да, проявлять заботу, ласку, комплименты, ухаживание, там, признание в любви. Все это как бы нужно, и за это отвечает стихия огня. Ну, имеет, конечно, количество и расположение каждой стихии, и все-все там детально, да. Ну, на первый взгляд, достаточно сейчас оценить баланс. Вот, посмотрите, сколько их у вас. И мы сейчас, да, разные варианты рассмотрим, и вы поймете, насколько это вам соответствует, вернее, поймете, в чем может быть причина каких-то сложностей, да. Давайте двигаться. Ой, да, погодите, даже двигаться-то нам рано. Надо теорию рассказать. Ну, то есть, смотрите, да, здесь же как раз вопросы, да, если много, ну, вот если много стихии воды, да, а огня мало, допустим, у кого такая ситуация? Человек очень чувствительный, то есть он все тонко чувствует, в себе как бы чувствует, да, он любить может и все, но может при этом производить впечатление такого холодного или даже стервозного типа. То есть он просто потому, что не чувствует потребности бурно выражать свои эмоции на словах, да. Воды много, эмоции-то есть, все есть, а огня мало. Вот, но это не значит, что он на самом деле бесчувственный, наоборот. Такой человек, вот он часто запоминает обиды, в равной степени, там, благодарность, это все у него фиксируется на физическом уровне. В итоге, на самом деле, может быть и верным, и все, у человека могут быть очень хорошие отношения, но для него могут и интимные отношения очень важными быть, да, потому что он их хорошо переживать умеет. Вот, ну, партнер об этом может не догадываться, ему кажется, что он как-то себя ведет вяло, да, то есть как-то не проявляет ему ответные реакции, не дает. Вот, и здесь вот именно такая ситуация получается, что конфликты могут возникать, как бы, от холодности, да, то есть человек-то, он все-все-все в себе чувствует, но не проявляет, огонька не хватает. Вот, человек с преобладающей вообще стихией воды, он часто получает негативный опыт, почему? Потому что вот с ним начинают общаться, он уже весь все почувствовал, что надо, да, ну, если, допустим, взять совсем крайности, допустим, если девушка, которая пережила насилие, да, у него много стихии воды в карте, то тут вероятность, что, например, она построит гармоничные отношения без серьезной психологической помощи, она вообще очень маленькая. Вот, то есть приходится, когда консультировать, и смотришь такую карту, вот видишь, у человека явный негативный опыт, даже приходится напрямую спрашивать, потому что очень нехотя все рассказывают, и тут получается, что да, да, вот человек, у которого очень много воды, почти нет огня, он в этом плане негативный опыт часто зарабатывает из-за того, что партнеры не понимают его. Хотя он хочет любви. Так, Надя, две воды, один огонь. Ну вот, видите, даже всего, навсего небольшой дисбаланс. Это так, да. Что значит много? В карте только четыре столпа. Ну, смотрите, когда это прям все синее, например, вся карта синяя, да, ну, наверное. Наверное, ну, да, крайности они тоже иногда переходят в свое, или тут посмотрите дальше, как будет. Так, ну, давайте сейчас не будем отвлекаться, у кого чего тут есть. У всех тут, у каждого из нас есть карта, поверьте. Да. Так, ссылку на калькулятор. Давайте все потом, да, чтобы не отвлекаться, Елена. И вам я тоже сейчас отвечу. Мы это рассмотрели один вариант, когда просто преобладает вода. Мало огонька. Ну, а что наоборот, если... Что, если происходит с человеком, если у него он больше, как правило? Ну, вернее, тут еще можно что рассмотреть? Еще какой момент, да, если мало воды, то человек, вот он... Да, 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 наоборот. Если... Давайте по порядку. Да, мы рассмотрели много воды, теперь, допустим, мало. Здесь какой самый затык в том, что человек, он не испытывает часто глубоких чувств. Для него часто вот все его потенциальные партнеры, и не потенциальные, и реальные, могут казаться более-менее одинаковыми. То есть, если у человека такого много огня, он будет выражать, может быть, свое расположение, вежливость, там, проявлять галантность, дарить подарки. Ну, вот он-то... У него есть огонь, у него есть потребность выражать себя, да. А если воды очень мало, при этом ему трудно увлечься. Для него действительно все могут казаться на одно лицо, и в интимных отношениях тоже все более-менее одинаковые. И ему просто трудно почувствовать и полюбить. И здесь, конечно, ему как раз наоборот. Может быть, нужно немного партнерш там или партнеров менять, а как раз искать одного постоянного, и вот раскрываться именно с точки зрения, как добавлять стихию воды. Мы сейчас поговорим просто по обычным своим действиям, как можно эти стихии скорректировать, да. Вот это если очень много огня, если его просто много, то такой человек часто бывает такой обходительный, он на публику может любить работать. Вот. Если совсем зашкаливает огонь, ну, тут уже другая ситуация. Тут мы говорим крайности, они приходят в противоположную ситуацию, да. Крайности компенсируются. И здесь вот какой прием для знакомства хороший, да. Вот вы видите карту человека, скажем так, нервозаберегающий прием. Если вы познакомились, общаетесь, и вот ваш партнер вам там признается в любви, там подарки дарит, да. Вам интересно, насколько это серьезно. Посмотрите, как там с балансом у него в карте. Если много огня, а у вас, наоборот, много воды, то здесь просто не надо быстро очаровываться, что называется. То есть принимать все близко к сердцу. Потому что вот ваши чувства, привязанность, они растут гораздо быстрее. Если у вас много воды, растут гораздо быстрее, чем у партнера, у которого воды меньше. Вот. Он к вам тоже будет привязан со временем. Если у вас хорошая совместимость, все здорово, все нормально. Ну, вот сразу, да, вот можно посмотреть. Да, если у кого-то сплошной огонь, и он вам тут же объясняется в любви, вы можете понимать, что человеку надо еще, что называется, пообщаться сначала, да. Да. И был вопрос, что если и воды мало, и огня, да, они, например, скрыты в карте. Ну, тут, во-первых, можно сказать, что все равно они приходят в периодах удачи, да, в годах. Вот, кстати, этот год у нас водяной змеи, да, вот интересно. То есть инская вода на змее. А змея, как вы видите, это огонь. По личной, собственной стихии. То есть вот конкретно в этот год чувства у людей могут быть, ну, кому этого не хватает там, а воды, огня, да, они дополняются. То есть, в принципе, хороший, хороший период для построения отношений, для проявления, потому что когда человек уже научился проявлять эмоции, да, научился их в себе чувствовать, дальше ему уже все здорово. Дальше у него уже может получаться и в неблагоприятный период, потому что, ну, ему это уже приятно, ему это уже нужно. Вот. Ну и, соответственно, да, можно смотреть совместимость, вернее, даже не то, что совместимость, а просто вы тут в данном случае посмотрите, что кому надо добавить, да, мы сейчас поговорим. Поговорим о том, как это сделать. Потому что на самом деле тут вопрос несовместимости. Вопрос того, что каждому человеку для хороших личных отношений нужно, чтобы обе стихии у него все-таки присутствовали. Вот. Ну, а человек, у которого всех их мало, да, для него часто тоже бывает, ему эмоции трудно проявить, особенно так уж. И в то же время он не очень-то и чувствует их, не очень-то чувствует партнеров этих. То есть, в принципе, многие из таких людей, они очень не торопятся строить отношения. Ну, тоже зависит от карты, конечно. Вот. А некоторые, наоборот, очень легко строят, расстаются, заводят много друзей там, подруг, потому что для него, опять же, подруги более-менее на одно лицо, и они даже могут быть использованы как-то там, если человек, ну, какой-то все-таки негативный опыт получил, он думает, ну, вот все мужчины, они такие-то, и буду я, раз я такая красивая, буду их на деньги, да, там, разводить или что-то в этом духе. Ну, это зависит от человека, но, пусть если у человека очень мало воды и огня, то, в принципе, ему с такой ситуацией проще жить, да. Ну, не факт, что это нужно с такой ситуацией жить, можно в себе развивать чувственность, да, развивать проявления и все-таки найти одного партнера, но который будет, конечно, очень-очень вас радовать, да. Давайте сейчас поговорим, как добавлять, как убавлять все эти стихии. И тут я сразу скажу, что огонь, да, у нас в данном случае... Почему мы огонь и воду выделили, да? Это ничего здесь нет метафизического такого, эзотерического. Огонь – это считается меридиан сердца. Поэтому вот, кстати, самая распространенная аллегория, да, что сердце связано с проявлениями любви. И вот оно, с точки зрения нашей науки, оно имеет такую биологическую природу. Ну, а вода там вообще все просто и буквально, потому что это меридиан, связанный с репродуктивной системой. У кого ее очень мало, часто действительно ослаблена вот эта вот функция, да. Ну, хорошо, если там она где-то еще, эта вода имеется, да, там в скрытых, вот мы сейчас не говорим о скрытых столбах, чтобы не запутаться, да, но все-таки, тем не менее, ее желательно тогда добавлять, да, и вот все будет хорошо. И тут получается не эзотерика, а именно вот тысячелетнее наблюдение такой традиционной китайской медицины, да. То есть вот эти меридианы связаны с органами, а органы нас подвигают на разные поступки. И давайте очевидные советы, вернее, давайте как сделаем, поскольку у нас много людей, которые уже более-менее бадзи знают. Вот, ну, напишите, как вы считаете, каким образом мы добавляем стихию воды, что это такое вообще, как, с чем это связано. Какие будут предположения? Да, насчет общения Лора написала, вот, правильно. Эмоциями прежде всего, да, Ольга, ну вот, ну, цвет, ну, цвет, видите, это косвенно. Да, сколько по количеству, ходить в бассейн, ну, само собой, да, цвет. Сфера деятельности, интеллект, ага. Одежда, питание, направление сна. Да, ну, да, можно по фэн-шуй, да, можно. Но лучше, чтобы, да, дружить можно с людьми, ну, не это, вот, Наталья, вы дружить-то можете, но вода-то у них в карте своя, для них они ее используют. Движение, да. Ну, смотрите-ка, вы практически все перебрали. То, что на самом деле, я и подытожу буквально здесь, да, стихия воды, да, вот, если человека мало воды, если он вот сейчас, вот, мы, в принципе, мы не лечим то, что не нужно, да, то, что не болит, вот, но если вы определили, что у вас действительно маловато воды, и вам действительно трудновато, как бы, в себе вот эти эмоции глубокие почувствовать, если вас там не радуют интимные отношения, да, в первую очередь, и все такое, то стихия воды, она, в принципе, может помогать, да, вот. Вот, то есть, общаться с людьми, путешествовать, да, плавание, другие подвижные упражнения, в принципе, не только плавание, вот. Есть еще такой момент, там, работа с информацией, потому что мы тоже считаем это стихией воды, проявление мудрости, кстати, вот, потому что, считается, вода накапливает информацию, да, если человек ее обрабатывает, да, и он становится мудрым, проявление мудрости, они способствуют укреплению этого меридиана, да. Ну, а как ослабить стихию воды? Вот, допустим, человек, тут вот есть момент, да, вот, если не полезно, если надо ослабить, если ее много и так далее. И вот человек наработал себе какой-то негативный опыт, и он сейчас уже даже боится вступать в отношения, допустим, потому что, ну, потому что его ранят, ранят эти отношения, допустим, очень мало огня, он даже проявить толком не может, а его там, соответственно, обижают, да. Ну, это я в крайности, так сказать, сказал, да. Вот, можно ослабить. Ослабить – добавить стихию дерева. А что такое стихия дерева, да? Ну, вот это, например, проявление заботы о других людях там. Ну, о животных в том числе, но главное о людях, да. То есть, если человек начинает меньше копаться в своих эмоциях, меньше погружен в себя, меньше так вот это все ощущает в себе, больше заботиться о других людях – это уже небольшой мостик, это уже чуть-чуть его раскрепощает. То есть, он думает уже немножко о других людях больше, чем как-то вот копается в себе. И это, в принципе, здорово, хорошо работает. Ну, и еще такой интересный вариант. Поскольку стихия дерева большинство знают, стихия творчества, да, фантазируйте, проявляйте творчество. И вот вы, допустим, если так все замечательно в себе чувствуете, все хорошо вы воспринимаете, строите фантазии, в том числе всякие там, не знаю, эротические, если нужно, да, рассказывайте уже о них своему партнеру, да. Потому что если у вас нет огня, ему вы кажетесь, допустим, какой-то такой, ну, бесчувственный там, не знаю, или какой-то, в общем-то, который все все равно. А тут он приятно будет очень удивлен, что, оказывается, а ничего подобного. Вот. Ну да, поведение рулит, а оно, собственно, оно дает хорошую коррекцию. Давайте двигаться дальше. Давайте предлагать, что делать с огнем. Как огня добавлять? Много металла у женщины, Наталья, это плохо. Почему плохо? Не плохо. В принципе, для здоровья мы считаем, что в карте хорошо, чтобы всего было понемножку поровну, да. А вот что касается социальной сферы, ничего подобного. В социальной сфере там, может быть, если что значит, для нее металл посмотрим, и, может быть, для нее это успех какой-то значит, да. Ну что, есть какие варианты, как огонь-то добавлять? И, кстати, с огнем, конечно, да, с огнем, как бы, огонь-праздник, да. Яркость, эмоции, эмоциональность, сердечность. Ну, свеча, да, ну ладно. Так, ну да. Питание, да, чего, все хорошо. Светская жизнь, ну да. Танцы. Ну, танцы можно зажигательные такие, какие-нибудь латиноамериканские, да. Кондитерством. А, ну да, повар, считается, тоже добавляет стихию огня. Ну, смотрите, тоже хорошо. Ну, курить кальян, не, Ксения, не пойдет. Потому что, вот, курение вообще связано с стихией металла, и оно, в общем-то, подавляет больше легкие. Так что здесь, как бы, наоборот, будет не здорово. Курения нет. Ну, мы смотрим, да, ну, давайте будем придерживаться здоровых вещей. Всего такого хорошего. Так, давайте мы сейчас прокрутим, да, про огня. Вот я сейчас, да, подытожу, Надя. Ну, на самом деле, первую строчку хит-парада, да, огонь, это, да, чаще улыбаться, вот именно, правда. Вот очень правильно сказала, пожалуй, что Лариса даже еще лучше сказала, да. Человек, вот у которого очень мало огня, очень мало, он даже часто бывает скупой, именно на такие проявления эмоции. Лина, ну, если у вас один огонь, вы еще добавите воды, будете очень даже, может быть, сбалансированы. Да, ну, вот щедрость считается, да, добавляет тоже стихию огня, поэтому, если вам как-то трудно к своему партнеру сказать доброе слово, ну, вы ему подарите что-нибудь в конце концов, да. То есть, вот такой момент. Ну, работа в развлекательной сфере, там, в рекламе, на публику вообще, когда человек, не знаю, там, анекдоты рассказывает, и все смеются, да. Вот это вот может раскрепощать немножко тоже стихию огня, поддерживать. Азартные игры, ну, имеется в виду даже, даже больше, вот, как бы, не то, что нужно играть, там, проигрывать, ну, как бы, иметь немножко, научиться увлекаться чем-то, да. Может быть, это не обязательно именно азартные игры на деньги, просто как-то вот, чтобы в вас вот эту эмоцию вы почувствовали. Ну, горький шоколад еще, кстати. Кстати, это из питания, да, из питания вообще мало, что соответствует стихии огня, это горький вкус, который не особенно многими приветствуется. Алкоголь очень умеренно, ну, как многие знают, что красное вино там, да, оно немножко, так сказать, человека тоже раскрепощает. Кофе тоже, да, ну, видите, продукты стихии огня, они не самые распространенные. Вот, кстати, базилик, если кто знает, гречка, базилик, вот они, да, в принципе, хорошо подкрепляют этот меридиан. И, в принципе, вот сейчас очень полезно его подкреплять, потому что весной у нас, ну, кстати, она сейчас уже закончится, китайская весна, да, у нас скоро уже месяц дракона будет. Но, тем не менее, да, сейчас много дерева, многие простывают из-за того, что огня мало. Так, ну, ослабить стихию огня, добавить стихию земли, да, то есть йога, медитация, успокоение разума, то есть вы должны проявлять себя как надежный человек, да, и тогда у вас вот такие импульсы, желание подарить, там, не знаю, что-то дорогое подруге, которой вы знакомы один день всего, оно тогда будет поуменьшиться, но зато вы будете более основательным и более располагать к себе все-таки людей, будете более гармонично, да. Есть еще такое упражнение дыхание желудка, можете попробовать, даже если хотите, то есть вы как бы вдыхаете, и вот через солнечное сплетение вот так вот выдыхаете, это часто очень хорошо и вечером, и способствует успокоению, да. В общем, все такое ослабляет, то, что ослабляет наши избыточно сильные эмоции. Ну, хорошо, со стихиями огня и воды мы так более-менее разобрались, и давайте двигаться потихоньку к следующей теме, следующая тема у нас, ну, если Лариса огня совсем нет, медитация, она просто вам может быть помогать, она может добавлять земли, да, но огня вам тоже придется чем-то добавить, да, если вы хотите. Давайте, Элис, ну а что там на предыдущем слайде, мы уже сейчас двигаемся дальше, у нас еще тема, а мы уже почти, у нас час уже заканчивается. Так, как ослабить землю? Ну, землю нам сейчас ослаблять не надо, давайте, давайте сейчас по темам пройдемся, да. Земля у нас с личными отношениями напрямую не связана, она связана через сферы жизни. Вот, цыгун не ослабляет огонь, Светлана. Цыгун, бывают разные стили, и вообще это очень универсальная вещь, да. Ну, вот, кстати, даже на тренинге на том же по отношениям, да, вот по здоровью я всегда рассказываю и окупунктурные вот эти вещи, да, окупрессура, вы буквально можете себе точечки. Ну, насчет вот сейчас, погодите, Мика, я, да, расскажу, буквально вот точки на теле, да, они же ведь тоже связаны с определенными стихиями, определенными меридианами, это же здорово, и себе можно, и партнеру любую стихию добавить. Вот, тоже все очень здорово работает, ну, давайте не отвлекаться, а, соответственно, поговорим о второй теме. Да, да, вот здесь как получается, что у нас есть в карте? У нас есть ваши стихии личности, да, вы ее уже освоили, я надеюсь, и внизу находится, под ней, да, находится супруг, то есть вот это вот животное, это ваш супруг. Ну, у кого супруг, а где супруга, это, как бы, если вы женщина, то для вас супруг здесь, а если вы мужчина, то ваша супруга. Факт в том, что это даже не супруг на самом деле, это просто ваш, как бы, потенциальный партнер, да, и, вернее, модель ваших отношений. Вот, если нет супруга, все равно он у вас здесь есть, он у вас в этом смысле запрограммирован, вот, то есть его свойства. Да, но мы поговорим не о свойствах, потому что мы уж точно сегодня не успеем, мы даже на тренинге об этом говорим где-то несколько занятий, да. Вот, но мы поговорим тоже об очень интересной теме, сейчас давайте, давайте, в общем, ну, в общем, вы нашли, будем понимать, что вы нашли, нашли, где ваш супруг в карте. Вот, о нем много чего можно сказать, но мы сегодня поговорим вот о чем. О том, что все уж, конечно, хотя бы, Лилона, здорово, да. Так, ну, значит, вот, огонь у нас находится в определенном взаимоотношениях с металлом, правильно, и все, все стихии между собой взаимосвязаны. Вот, этот вот цикл порождения, так называемый, известен из фэн-шу, и почти все его знают, ну, я на всякий случай скажу, да, кто не знает, что у нас огонь порождает почву, почва, из нее, там, мы считаем, добывается металл. Металл переходит в воду, вода подпитывает дерево, и дерево питает огонь, да. Очень известный, хороший такой цикл, да, он универсальный, что вот здорово все в китайской метафизике связано через стихии. Почему мы можем корректировать-то разными способами? Потому что все связано, да. И в данном случае, вот, давайте, посмотрите, кто у вас, какие у вас стихии находятся, кто вы и кто ваш супруг. Вот, в данном случае, на этом примере, у нас получилось, что, допустим, иньский металл, да, стихия личности, а супруг представлен огнем, то есть, ну, с змеей, да, красной, красной стихией. И что у нас получается? Огонь у нас контролирует металл, да, вот, вот так вот напрямую направлена стрелочка на этой диаграмме. Ну, у вас, соответственно, тоже что-то получится. Ну, какие варианты, я сейчас расскажу, да. Вот, ну, вот такой вариант, контроль, да, ну, как бы, я думаю, мало кто сомневается, что такой вариант считается не очень благоприятным. Правильно, контроль, это, как бы, ну, тут немножко по-разному будет для мужчин и для женщин, да. Если это женская карта, то, в принципе, когда супруг контролирует свою жену, ну, с точки зрения китайской метафизики, это еще неплохо, но в целом, как бы, контролирует. Значит, он не так сильно доверяет, значит, он, соответственно, хочет, чтобы она была вот такой, а не другой, он к ней требовательный, выглядело, чтобы вот так, а не иначе. В общем, вот такие вот моменты. То есть, это контроль. И, соответственно, если карта имеется вот такая вот, такая вот ситуация, когда через одну у нас стихи идут, вот это один из признаков, что карта, мы так скажем, трудная, да, трудная для отношений. Ну, то есть, она не трудная, то есть, она, как бы, вот, в ней вот есть такое свойство, что супруг, допустим, контролирует личность, да. Если это мужская была бы карта, то тут еще хуже, да, потому что, получается, супруга, глава семьи, да, ну, не совсем гармонично, не совсем здорово. Вот, и вот конкретно в данной ситуации, как мы корректируем, да, мы создаем мостик. Каким образом? Ну, большинство, я думаю, догадается, что почва, да, почва между огнем и металлом, она может быть соединяющим звеном. И каждый человек, испытывая определенные эмоции, вот, может добавлять себе эту почву. Ну, мы сейчас уже даже не будем разбирать, да, потому что не успеем. Но в целом, в целом вы можете этот мостик построить и построить свои отношения так, что супруг вас будет уже не контролировать, а поддерживать. Потому что, когда мы говорим вот о стихии контроля, да, если уже забираться совсем в самый высокий уровень, то она на самом деле дает очень хорошую, наоборот, нам энергию, хорошую подпитку. Вот есть система водных формул, где мы говорим вот о контроле, мы его, наоборот, добиваемся, чтобы нам потекла энергия мощным потоком. Поэтому вот если у вас трудная карта для отношений, а вот как раз, например, у меня, у моей подруги, вот именно такие карты, да, то есть с контролем, да, то есть мы бы на второй день бы уже поругались, наверное. А тут посмотришь уже даже на саму карту, покажешь, и, собственно, уже это решает часто, да, то есть человек понимает, почему он хочет знать, чтобы вот ты шел туда-то, тогда-то и так-то поступал, а не иначе. Ну, а даже уже коррекция идет. Ну, и, соответственно, через Бадзе она тоже очень хорошо все дальше корректируется. Ну, давайте другие варианты посмотрим. С контролем я начал просто потому, что это считается трудная карта, но давайте посмотрим, какая бывает простая карта. Ну, не простая, конечно, но вот, допустим, если бы у нас была земля, да, стихия личности земля при той же самой карте, и здесь уже как энергия-то потечет, да, здесь она потечет от супруга к личности. Вот, то есть вы, ну, как вот, значит, да, кто спросил, Лина спросила, как вы можете для себя это определить? У вас вот есть две эти стихии, вы их кружочками обведите, да, кружочками обведите на такой вот схеме себе, нарисуете там вот порождение цикла, да, и посмотрите, где они находятся, в каких позициях. То ли это контроль, то ли вот, как мы сейчас будем говорить, поддержка. Здорово. Так, ну, хорошо, давайте в чате все-таки не надо много отвлекаться, а давайте будем двигаться по темам, да. Вот, ну, здесь какой, какой здесь зарыт момент-то, да, понимаете, в чем дело, что человека поддерживает в данном случае супруг. А что сам этот человек, что сам владелец этой карты, какой у него может быть в жизни отрицательный момент? Он может привыкнуть, что его вообще поддерживают, ну, это же не просто стихия супруга, да, внизу. Это вообще потенциальные, вот, допустим, если у вас нету еще, это потенциальные. Вот они все, в общем-то, настроены к вам позитивно. Вы, так сказать, привыкаете к этому, да, к хорошему, быстро привыкаешь. Можете как-то это третировать таких людей, да, и у таких людей часто бывает много браков, как ни странно, да. Их супруг поддерживает, он думает, а другой человек меня тоже будет поддерживать, еще лучше. То есть, вот видите, вот здесь тоже надо корректировать, понимать, почему, от чего у нас могут быть такие желания, да. Их может не быть, прекрасно, все, тогда мы не корректируем, да. Вот, а если это есть, и у вас есть такая комбинация в карте, понимаете, что это просто вас стихии провоцирует, и вы должны все-таки ценить своего супруга за то, что он вас поддерживает. Да, ну и давайте еще посмотрим, какие бывают варианты основные. Вот видите, совпадают, да, мои? Так, хорошо. Еще какой у нас может быть вариант? Ну, допустим, наоборот, наоборот. Здесь, допустим, петух был бы в стихии супруга. И что получается? Земля поддерживает металл. То есть, личность, она вся такая настроена на поддержку супруга, настроена на то, чтобы поддерживать хорошие отношения. Ради отношений может многое, чего такое, сказать, поступиться, да. И вот такой человек, ну, он должен понимать, что, в принципе, он должен и для себя тоже, да, что-то оставлять. Да, если он вдруг нашел какого-то замечательного партнера, он не должен все свои дела и все бросать, да, потому что это просто пойдет ему во вред. Его партнер может не оценить. Такой момент. Вот. Ну, то есть, здесь вы каждый по своей карте посмотрите и поймете, кто... В плане совместимости мы здесь даже не очень-то рассуждаем. То есть, теоретически можно сказать, что если в карте одного из супруга поддержка там есть в одну сторону, а другого в противоположную, то это, в общем-то, гармонично. Ну, я бы не сказал, да. Потому что это просто нужно в себе понимать, да. Если оба поддерживают, да, вот, может быть, это даже и лучше, да. Если у обоих контроль, даже, может быть, это и лучше, потому что вы покажете своему партнеру, скажете, а вот, 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 почему ты сейчас вот так поступаешь? Он скажет так, блин, да, вот поэтому я так поступаю. И не будет так поступать. Вот. А если разные здесь ситуации, это может быть труднее, надо дольше, дольше обещать. Да, Алина, вот я вот согласен с постулатом, что мозг это самый этот вот. Ну, ладно. Да, давайте, давайте двигаться дальше, а то уже вечер. И время других занятий, да. Ну, у нас еще одна тема. Одна тема. Да, ну, тема, вернее, какая тема? Мы сейчас, ну, я вот эту вот табличку дал, да, потому что без нее, как бы, анализ Бадзин, он неинтересен. Он половину, да, половину дает нам информации. Эта таблица у вас будет, ничего не надо перерисовывать и быстро смотреть там в своей карте. Ну, кто знает, они уже знают, где что находится. А я эту таблицу дал с точки зрения того, чтобы сейчас такой анализ, экспресс-анализ карты покажу, в общем-то, на тему, которая вот больше всех получила там оценку самую высокую, что четвертая, да, вот четвертая тема, где мы говорим о коррекции существующих отношений, да, о том, что вот, например, человек уже давно знакомый, да, давно семья, и вот они как бы уже стали друг другу немножко чужими, немножко разными. И что мы здесь можем с точки зрения Бадзин посмотреть? Здесь интересный момент, что, конечно, с точки зрения Бадзин мы можем немножко прогнозировать будущее. Мы должны этим пользоваться. Мы всегда говорим, что мы находимся в настоящем, что мы все корректируем, но немножко, да, раз Бадзин это позволяет, мы немножко смотрим в будущее, немножко его предсказываем, потому что есть вещи, которые с большой вероятностью случатся. Вот такой есть момент. И давайте сейчас вот посмотрим как бы прогноз развития отношений, да, ну вот такая карта, такая женщина, кто, собственно, сейчас, ну вообще в Бадзи хорошо уже разбирается, там можете высказывать свои какие-то предположения, вот, а я сейчас расскажу, рассмотрим карту этой женщины. Когда мы прогнозируем будущее, мы на самом деле смотрим в так называемые столпы удачи. Ну вот вы калькулятор этот самый освоили там, осилили, и, в общем, получили карту и столпы удачи. Вот, это как бы стихии, приходящие к нам на определенный срок жизни, десятилетний, да, они меняются. И вот то, что в предыдущей табличке я дал, ну, вы для себя потом посмотрите, и, в общем-то, они соответствуют определенным сферам жизни. Определенной активности в определенных, вот, какие-то определенные тенденции в нашей жизни для нас будут играть важное значение и формировать нашу жизнь. И здесь очень что, какой здесь момент? Ну, давайте тогда просто сначала о карте скажем, да, здесь вот те, кто уже хорошо бадзи разбирается, может сказать, что вот дама, это, наверное, такая яркая, выразительная, правда, у нее, видите ли, вот, в столпе месяца, да, вот эта вот крыса находится, то есть это для металла, да, вот, как вот по предыдущей табличке можете посмотреть, это самовыражение, да, вот, то есть она яркая, у нее самовыражение в сильной позиции, в месяце. Ну, мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности, все это есть в тренингах, вот, я сейчас о другом расскажу. Стихия супруга у нее, это огонь, да, то есть это власть для стихии металла, власть это, соответственно, для женщины стихии супруга. И она, видите, здесь находится наверху, то есть вот здесь находится прямо рядышком, рядышком, янский огонь, да, в месяце, и вот эта сама личность инского металла. Ну, что можно предположить, что у этой женщины, конечно, у ней, ну, потенциальных партнеров и вообще поклонников достаточно много, вот. То есть она, как бы, имеет определенную внешнюю привлекательность и, соответственно, скорее всего, ей интересуются другие люди, поэтому если она сейчас пришла к нам спрашивать, что вот у ней уже отношения как-то не складываются, да, мы так для себя галочку ставим, не складываются-то они у вас, не складываются, но у вас уже есть на примете кто-то, да, скорее всего, есть, да, и она говорит, да, подтвердила, что да, в общем-то, я поэтому и задумалась, что у меня уже вроде как круг общения поменялся. И как мы здесь анализируем? Вот смотрите, у нее этот первый брак, да, состоялся, когда у нее была стихия металла на драконе, да, ну, то есть, опять же, что такое металл для стихии металла, да, для, ну, то есть это одинаковая, да, с ней стихия, ну, с точки зрения металл и металл, друзья, да, как мы говорим, это стихия друзей, конкурентов, коллег, там, всего такого, прочего, вот. Земля подпитывает стихию личности, это ресурс, ресурс и коллеги, чем она занималась. Ну, она строила карьеру, то есть она работала в отделе продаж и хотела там стать самой, самой, там, сказать, хорошо продающей, это то, что нужно там было продавать, то есть получать самые большие бонусы, то есть она была такая работящая, спокойная такая женщина. В этот момент к ней там, с ней познакомился супруг, вот он ее увидел такой, вот какой она там была на тот момент. Прошли годы, да, то есть она там построила все, что могла, уже выросла, переросла эту свою фирму, начала тем же самым заниматься, но в своем бизнесе, в отдельном, да, то есть, видите, следующий столб удачи, это уже просто тоже металл, да, тоже люди, она тоже общительная, все нормально у нее, там уже люди, но здесь же есть и огонь внизу появился, правильно, огонь, власть, то есть, опять же, появились вокруг мужчины интересные, и она стала руководительницей этой своей фирмы, то есть она изменилась, она стала другой, вот, а тот ее супруг, который ее узнал вот буквально 10 лет назад, ну, для него она уже немножко другая. И тут мы дальше смотрим, а что будет-то еще дальше, да, что здесь добавится, сгладит оно эти противоречия или, наоборот, усилит? Ну, как вы думаете? Ну, я думаю, что, скорее всего, сильно усилит, да, правда? То есть, по максимуму, насколько только возможно, потому что здесь добавляется еще одно самовыражение – вода. Да, это, с одной стороны, самовыражение добавляется, то есть она будет такая экспрессивная дама, властная, ну, то есть совершенно не та, которой она была 20 лет назад, она просто даже по-другому будет выглядеть. Вот, и она вот захочет реализовать этот свой потенциал, поэтому с большой вероятностью вот в данном случае надо сильно смотреть совместимость, то есть этих людей. И вот, как говорят, вот есть такой анекдот, да, ну, не анекдот, а то, что там вот такие яркие, красивые женщины, да, они редко бывают одни, но часто одинокие. А вот почему? Потому что, собственно, для них совместимость гораздо важнее, чем для серых, ну, не серых, не будем никого серыми называть, для более-менее простых людей. Для них совместимость важнее, но они ее не очень-то ценят, потому что вокруг очень много партнеров потенциальных. Вот, мне кажется, не с этим, так с другим. Вот, а надо же сначала просто было бы разобраться, ну, хорошо, знакомьтесь с тем, с другим, но смотрите совместимость, потому что если нет совместимости, у такого человека вероятность долговременных отношений очень маленькая. Вот, ну, то есть вот мы как пример сейчас рассмотрели карту, как раз вот то, что кто-то у нас там говорил, карта убийства мужа или что-то в этом духе, вот это похоже на нее. Вот. Дубликат она никак не пережила, она сейчас, это как раз 2011, 2011 год, то есть наступил, ну, то есть сейчас 2013, два года, вот, она пришла консультироваться, вот только что столб изменился, пока ничего особенно такого. Ну, дубликат это не страшно, дубликат в данном случае не страшно, а для личных отношений тут, в общем-то, все так достаточно получается. Не просто, да? Не просто, но в то же время для нее это, видимо, будет хорошо, потому что она выводы хорошие сделала для себя. Да, ну, вот такой вот вопрос. То есть мы фактически, технология какая? Мы смотрим, что подвигла супруга, да, на знакомство. На знакомство и дальше уже прогнозируем и смотрим. Вот такие вот моменты. Так, ну, что я хочу спросить. Ну, как вам вообще так, понравилась тема Табадзи? За один вечер, конечно, нереально даже вкратце показать. Тем не менее, надеюсь, для себя что-то интересное узнали. Поставьте плюсик-то, кому понравилось, поставьте два плюсика, кому хотелось бы больше. Ну, на самом деле, тем, кто хотел бы для себя все-таки разобраться полностью все с этим делом, попробовать прояснить, да, действительно построить такие гармоничные отношения, Табадзи действительно хороший потенциал дает. Вот. Тут я ответственно в этом плане говорю, потому что у меня как раз получилось. Большинство консультантов, они как-то вот в этом плане говорят. Ну, все-таки судьба, она в конце концов свое берет. Ну, я вот смотрю, в принципе, мы нарочно как будто бы построили отношения с трудными картами и хорошей совместимости, да. Так. Ну, и, в общем, все признаки, да, все признаки в карте есть, и можно их корректировать, и, в общем-то, быть довольно счастливыми. Поэтому тем, кому это интересно, тем, кому хочется с этим разобраться для себя, вот в этом апреле, да, есть такая возможность, и я хочу вкратце рассказать сейчас о тренинге, буквально пару слов. Кстати, почему вот он так называется у меня, что построите за 20 дней? Что значит, что у вас будет вас замуж пригласят через 20 дней? На самом деле не в этом смысл. Что гарантировать можно, если вы будете вот исполнять вот все, так сказать, задания тренинга, да, у вас отношения к концу тренинга действительно завяжутся. Причем, если хотите, не с одним партнером, да, тут уже все от вас зависит, потому что это технология получается, вот. Но самое главное, что это не обучение, там, вот, пикапу, да, знакомству, неважно с кем, да, там, чтобы проманипулировать потом, получить какую-то ерунду, и все, да. Нет, об этом вообще нет речи. Есть технология, да, как знакомиться, это все нормально. Но вот факт в том, что эти отношения, которые у вас возникнут, там, вот в апреле, если вы будете заниматься, да, они будут более совместимыми по сравнению с тем, что у вас были раньше. Вот это вот я могу обещать, как бы, вот, с тем человеком, которым вы дальше будете знакомиться, уже зная свое Бадзи, и даже не показывая ему, вот, не рассказывая ничего, да, они будут более совместимы. То есть, вот, ну, а если партнер уже есть, тут есть такой момент, можно провести генеральную уборку в отношениях, то есть, разобраться с его картой, со своей, и понять, да, насколько вам сильно по пути, и что, скорее всего, здесь можно подкорректировать. Да, Наталья, давайте, если какие вопросы, мы сейчас, в конце будет конкретное время, да, чтобы я на все ответил, и, соответственно, есть еще кое-какие подарочки, которые я тоже сейчас озвучу, да. Ну, сначала давайте я буквально расскажу, потому что, да, что там предлагается. Ну, и, в принципе, помимо самого тренинга, да, есть целая стопочка такая бонусов. Но это не просто какие-то, чтобы повысить его ценность, там, да, все вот как это в маркетинге положено. Вот, просто это как раз вещи, о которых я рассказывал, вот эти вот дольки пирога, да, от чего еще зависит, кроме совместимости, да, очень зависит от личной энергетики, очень зависит от того, как человек, ну, насколько у него вообще есть место для личных отношений в его жизни. То есть у меня здесь даже три бонуса, они все посвящены вот этой энергетике, здоровью. Очень важно, да, потому что знакомства, общения определяются нашим энергетическим уровнем, да, если мы бодрые, притягательные, энергичные, если вы это укрепите, даже для многих уже этого будет достаточно, чтобы с вами начали знакомиться. Ну, хорошая еще очень вещь управления конфликтами. То есть это я договорился с курсом, с центром Нарбекова, да, вряд ли стоит представлять этого человека, он тоже очень хорошо умеет эту тему рассказывать. Ну, есть еще хороший бонус, вот косметика, физиогномики от Нины Смолиной. То есть именно тоже, опять же, вот многие, ну, так себя вот красят, да, я как мужчина могу, вот когда я хожу в метро, я думаю, ну, зачем она себя так вот покрасила, стала там на 5-10 лет старше, да, хотя нужно по-хорошему-то становиться притягательнее, да, тут тоже есть моменты. В общем, очень хорошие материалы получились, и они, в общем-то, по цене превышают даже стоимость самого тренинга. Да, и что еще я в апреле предложу? Предложу консультацию по вопросам тренинга, то есть индивидуальную поддержку по электронной почте в течение апреля. Это тоже как консультация. Таким образом, все, кто, я бы даже сказал вот так, если вы увидите у себя трудную карту, да, и там все вот эти звезды какие-то не те, и вы начали знакомиться, вы начали корректировать, у вас ура, получается, и вдруг там какие-то проблемы, обязательно мне пишите, просто я по своему собственному опыту, и мне очень интересно, как у других тоже это получается. Потому что уже хорошие отзывы этот тренинг я проводил год назад, и там, в общем-то, получалось, да. Ну, мне это стоило довольно дорого в свое время научиться, и поэтому я сейчас стараюсь другим передавать эти знания. Но дорого-то дорого, но вот в этом апреле все будет не так дорого. Собственно, оно есть. Вот такая цена на 1000 дешевле. При том, что, в принципе, там материал уровня профессионального. Вот, профессионального уровня. И вот эта ссылочка, которую я сейчас сбросил в чат, можете там открыть и посмотреть все параметры касаемые оплаты. И сейчас, если какие-то будут вопросы, я еще об этом тоже расскажу. Да. Ну, это тоже, тоже, тоже не все. Это еще не все, что получат те, кто сейчас здесь находится. Первые 20 заказавших получат еще бесплатное приложение. То есть, это такой онлайн-курс. Ну, не онлайн, вернее, у меня в записи. Вот, по физиогномике. Потому что, конечно, когда мы знакомимся, нам надо каким-то образом понимать, да, понимать человека, видеть и, в общем-то, чувствовать его энергетику, да. Насколько он добрый, насколько он там все, для женщины важно, да. Не просто привлекательный. Если мужчина, он может чисто вот на саму внешность обратить внимание и побежать за такой дамой, да. Причем вы даже поймете, кто может, кто не может. Это вот, собственно, по стихиям мы тоже смотрим. И очень хорошо совпадает. Все бывают в восторге как раз вот от того занятия, да, когда мы рассматриваем, ну, вот, именно вот портрет вашего супруга, да. Вот, но я не успею даже примерно рассказать, потому что там много. Это вот даже где-то там несколько занятий по полтора часа. Вот. Ну, в принципе, это самый большой тренинг из моих, да, потому что, ну, во-первых, действительно, в китайской метафизике очень много. На тему личных отношений. Они вообще очень, китайцы-то, любят все это. Их там уже сколько миллиардов, да. Поэтому для них это очень важно. Ну, и для нас, в общем-то, это не менее важно, потому что на самом деле, вот, как западное общество, да, оно хотя считает семью не такой обязательной, тем не менее, тех, у кого есть хорошая семья, да, они гораздо более успешны часто во всей другой социальной жизни. Потому что есть ради кого стремиться, есть ради кого, там, не знаю, если нужно горы сворачивать, то нужно, если не нужно, то хотя бы просто радоваться жизни, да. Потому что возможности сейчас, в общем-то, есть. Способы оплаты там самые разные, если там вот вопрос был. Есть банковские переводы, просто выписывайте счет. Очень популярны, кстати, переводы через Яндекс.Деньги. Даже если у вас нет кошелька, там есть инструкция, как это сделать в любом салоне связи через Евросеть. Вот. Из Украины, Казахстана обычно оплачивают по системе контакт, там золотая корона. Так что проблем нет. Ну, если какие-то вопросы, вы пишите, звоните. Там есть даже телефон нашей службы поддержки. Да. И, в общем-то, стоимость, да, вот говорят, действительно, она невысока, потому что, на самом деле, там совершенно профессиональный уровень. То есть, у меня есть люди, которые, как ученики, ну, так, в общем-то, они консультируют, они берут как шаблон этот тренинг и вот прогоняют по нему карту человека, который к ним обратился. Ну, я ничего не ограничиваю, пожалуйста, главное, людям помогайте. Но все равно, если вы как консультант, вы, ну, от себя должны, должны свою энергию вносить в это дело. Не просто вот так вот формально по пунктикам, да. Потому что, когда вы будете анализировать для себя, вы будете свою энергию вносить мощнейшим образом. Потому что вы видите, да, какие-то совпадения. Вы вспоминаете из своей жизни какие-то куски, там, не знаю, детства и юности, когда вы с кем-то встречались, и кто-то вам нравился. Вы думаете, ох, вот как это было, а вот как я мог бы тогда, или так, или сяк. В общем, тоже очень такой занятный квест получается, да. То есть, ну, пожалуйста, да, сейчас мы, да, то, что я обещал, сейчас все, что я обещал, я тоже сделаю. То есть, я обещал активизации дать, это сейчас обязательно я их выложу. И запись, запись тоже будет. Так, давайте сейчас еще какое-то время. Так, подождите, сейчас мне надо сначала выложить вам сюда ссылочки оставшиеся. Ссылочку на бонус, чтобы тоже пока чат не разблокирую. Сейчас я тогда в ссылки все выложу. Потом некоторое время они так повисят. И будет у нас сессия небольшая вопросов-ответов. У кого какие вопросы там по каким-либо вещам, да. Вот эта ссылочка, которая длинная, да, это ссылка как раз на активизации. Активизации там, кстати, в апреле очень есть хорошие активизации, под конец они идут. Вот, тоже, кстати, вот если будете тренинг проходить, вы все равно эти активизации тоже используете. Вам они, конечно, будут лучше влиять, да, вы в себя энергетику настроите. Ну, а вот под самые праздники, если кто-то собирается там на майские праздники уезжать, посмотрите по направлениям. Ну, вот я говорю, я, например, полностью практикую бадзу для себя, потому что она дает результат. И мы, например, вот в конце апреля, в один из таких дней, как раз летим в Японию. И, собственно, юго-восток там в хорошем направлении. Тоже используйте, используйте и просмотрите, какие будут результаты. Будет здорово на самом деле все. Так, и надо мне сейчас будет сделать, сохранить запись. Сохраняю запись. И вам я ее вышлю. Поехали. И вот так.